Данила и Ларисы Вообще-то ченахи изначально это грузинское блюдо Но это блюдо получило свое распространение достаточно широко по всему миру И в том числе в украинском Карпатском регионе на Львовщине готовят ченахи по-львовски Ну вот собственно говоря, сегодня расскажем вам как их приготовить Вместе приготовим естественно, ну и продегустируем Очень вкусное блюдо готовится, ну собственно говоря, оно похоже на жаркое Традиционно готовится в порционных горшочках в духовке Блюдо получается очень нежное и собственно говоря, очень хорошо украсит любой праздничный стол Ну вот мы его очень любим Итак, друзья, что нам понадобится? Понадобится 4 картошки, 2 луковицы, 4 головки чеснока Зубчика чеснока, прошу прощения Понадобится морковка Мы возьмем 250 грамм польских грибов Конечно в идеале будут белые грибы, но подойдут и шампиньоны У нас польские грибы просто собраны, ну мы их сами собирали в лесу Поэтому используем их сейчас в готовке Мы собрали грибы, заморозили их, ну провалили, заморозили А теперь по мере надобности размораживаем и готовим 4 столовые ложки томатного соуса Либо же... 1 столовую ложку пасты Да, либо столовую ложку пасты Но и с соусом получается вкуснее Вот мне не нравится с томатной пастой, если честно Столовая ложка муки 2 ложки сметаны Фасоль Мы подготовили фасоль, отварили ее То есть она вареная, как бы сырая фасоль очень долго варится И мы не сможем одновременно приготовить все ингредиенты нашего блюда Поэтому фасоль надо предварительно отварить И мясо, друзья По поводу мяса у каждого свои предпочтения Если вы любите жирненькое мясо, можно взять ошейк Если вы любите очень жирненькое мясо, в принципе можно использовать и грудинку Но мы любим пресное мясо, поэтому используем такую пресную свининку Ну что ж, друзья, приступим к приготовлению чанахи В первую очередь порежем картошечку Давай еще пополам ее Вот так, да Можно сюда, в кадр Можно Я режу Вот такими вот, друзья, дольками То есть получается мы режем картошку на 8 частей В длину крест-накрест и потом еще пополам Порезали картошечку и следующим этапом нарежем лук для зажарки Будем резать вот такими вот полосочками небольшими Достаточно тонкая нарезка у нас будет Порезали лучок, друзья Лариса почему-то расплакалась Странно почему Да, я тоже И приступим к грибочкам Грибы надо резать не очень мелко То есть, ну, оставить их достаточно крупно Потому что если мы их порежем мелко Они просто не будут чувствоваться в нашем блюде И, кстати, темные грибы на темной досточке Совершенно не видно, как ты режешь Не видно? Нет В общем, квадратиками где-то по полтора-по два Ну, как бы, как получается грибы сложно квадратиками порезать А где-то кусочками по полтора-два сантиметра Грибочки порезаны Перемещаем их на тарелочку В этом году такой урожай польских грибов Невероятный У нас тут народ по 40-50 килограмм за раз Собирал Мы, конечно, так Немножко опоздали Поэтому насобирали совсем чуть-чуть Друзья, следующим этапом Надо натереть морковку На какую мы ее терку трем? Мы часть натрем на морковочки А часть порежем кружочками Чтобы у нас такая и зажарочка, и целая, и целенькая Половинку морковки натрем на терочку Половинку морковочки натерли А вторую половинку, как сказала Лариса Порежем кружочками Вот таким вот образом Порезали морковочку Она у нас для разных То есть тертая морковка пойдет на зажарку А морковка кружочками Она пойдет просто в ченахи Ну, как бы для разнообразия Чтобы чувствовалось в блюде Чтобы присутствовала морковочка Теперь, друзья, порежем чесночок В принципе, можно надавить его на чеснокодавку Но это не наш метод Реально резанный чеснок Вот в таких вот блюдах Значительно вкуснее Режем чеснок очень-очень мелко Сейчас Лариса покажет, насколько мелко Вот так вот Следом за чесночком Перейдем к самому ответственному, на мой взгляд И самому вкусному этапу Подготовим мясо И вот тут, друзья, опять же-таки нет четких правил Мясо можете резать такими кусками Которыми вам больше нравится То есть, если вы любите большие куски мяса Мы его будем протушивать предварительно Поэтому даже большие куски свинины Хорошо приготовятся Мы режем вот такими вот порционными кусочками Лиза увидела, что мы режем мясо И тут как тут Порежем мясо И приступим непосредственно То есть, весь подготовительный этап у нас закончен Приступим непосредственно к приготовлению Если у вас есть две сковородки То это значительно уменьшит сроки приготовления На одной сковородке Начинаем обжаривать мясо на растительном масле В данном случае мы используем оливковое Накроем наше мясо крышечкой И на медленном огне Будем его потихонечку протушивать В это время займемся зажаркой Опять же таки Смазываем сковородку растительным маслом И в первую очередь обжарим грибы Жарить будем до золотистой корочки Чтобы они немножко подрумянились Вот у нас такие, видите, польские грибы Достаточно темные На шампиньонах было бы, конечно, лучше видно Но сейчас постараемся Грибочки обжаривались 5 минут, друзья И вот они покрылись такой золотистой немножко корочкой То есть, сильно их зажаривать не надо Высушивать Чуть-чуть обжарить, скажем так А следующим этапом мы поджарим картошечку Обжарим Обжарим, да, не поджарим, естественно Помещаем нашу картошечку на сковородку И тоже чуть-чуть обжариваем ее Но желательно так, чтобы она обжарилась со всех сторон В это время наше мясо тушится на медленном огне Обжарили картошечку Вот так вот, видите, чуть-чуть она такая золотистая стала Больше нам не надо Здесь тоже ее зажаривать сильно там не стоит Приступим к приготовлению зажарки, друзья В первую очередь обжарим лучок И опять-таки до горячо любимой нами золотистой корочки Пока обжаривается наш лучок Друзья, уделим немножко времени мясу Оно тушится на медленном огне Вначале оно пустило жидкость Эта жидкость потихонечку выпарилась И вот так вот мы его время от времени помешиваем Видите, оно тоже уже поджарилось Но вот еще немножко протушим Еще немного есть там воды, влаги Протушим его, чтобы практически вся влага испарилась Лучок обжарился и можем добавить натертую морковочку Теперь обжарим все вместе Морковочка зарумянилась И самое время добавить томатный соус Добавляем соус И обжариваем буквально 2 минутки Пока обжаривается морковка с луком и соусом Сделаем вторую часть для соуса Размешаем муку В полстакана охлажденной кипяченой воды Разотрем все комочки Чтобы у нас получилась такая Как это назвать можно? Водичка с мукой Добавим сюда же сметану И хорошенько все перемешаем Добавим в основу для нашей подливки соль На 2 горшочка мы берем неполную столовую ложку Но соль, дорогие друзья, это очень индивидуальная штука Кто-то любит недосоленая, кто-то пересоленая Лучше сразу не досолить А потом уже подсолить в процессе Добавляем горячей воды до полного стакана И отправляем нашу основу в зажарку Протушим его еще в течение 5 минут И, собственно говоря, зажарка будет готова Все ингредиенты готовы, друзья Наполним наши горшочки Первым поместим в горшочки мяса Соответственно, мы делаем на 2 горшочка Видите, какое мяско красивое стало Половинку мяска в один, половинку во второй Следующим этапом отправляем в горшочки картошечку Картошечку Красивый какой картофанчик получился В это время, друзья, мы включили духовку Установили температуру нагрева 180 градусов Пока мы формируем горшочки Разогреем нашу духовку Разравниваем картошечку, чтобы она была более-менее ровным слоем И следующим слоем отправляем в горшочки грибочки Далее морковочка И фасоль Последним слоем, самым верхним Так как она у нас практически готова Но она полностью готова Ложим фасоль Не ложим, ложим неправильно Кладем По листику, да, лаврушечки туда Запулем По несколько горошин душистого перца И, друзья, берем часть чесночка То есть часть оставим на вторую закладку, скажем так То есть делим чесночок примерно пополам Половинку закладываем сейчас А вторую половинку будем закладывать за 10 минут до готовности Заливаем все это сверху нашим чудесным соусом с зажаркой Накрыли нашу чанахи соусом И теперь зальем водичкой То есть вот как соус лежит сверху Наливаем водичку до такого уровня Она просочится между картошкой Между всеми ингредиентами Полный горшок наполнять не надо Вот по уровню соуса Чтобы она проступила Вот так вот Накрываем горшочки крышкой И помещаем в разогретую до 180 градусов духовку На 50 минут Через 50 минут, друзья, наши чанахи будут готовы Достанем их и будем дегустировать За 10 минут до окончания мы еще к ним А, ну да То есть через 40 минут будем добавлять чесночок Покажем вам Через 40 минут, друзья, достанем горшочки Аккуратно, они очень горячие Доставать надо прихваточками Ой, какой аромат Мамма миа Что-то кушать хочется Уже вечер Еще чуть-чуть Горшочки очень горячие, друзья, поэтому будьте аккуратны И добавим вторую часть нашего чесночка После этого поместим горшочки еще на 10 минут в духовку По истечении 10 минут Достанем наши чанахи из духовки И дадим им немножко остыть Не забывайте, друзья, что горшочки очень-очень горячие Какие они запахи распространяют эти горшочки Это просто с ума сойти можно Сейчас чанахи немножко остынут, друзья, и будем пробовать Выложили чанахи на тарелочку Посмотрите, друзья, какое красивое блюдо Просто потрясающее Пахнет оно вообще божественно Ну и выглядит очень аппетитно Сейчас я попробую и расскажу, какое оно на вкус Что, дорогие друзья? Постараюсь передать вам замечательный вкус В первую очередь об общем вкусе скажу Легкий аромат чесночка Очень такой вкусный аромат тушеного мяса Реально неповторимый Неповторимый чеснок Очень сильно придает Придает, скажем так, этому блюду Такое Оно ни на что не похоже Картошка полностью готова Очень вкусная Все как бы с солью, с остротой, все отлично Грибочки Грибочки и морковочка попались Морковка, которая пластинками, тоже полностью готова Очень вкусный, сладковатый вкус Грибочки совершенно целые То есть они не разварились, не превратились в бесформенную массу Все отлично Фасолька Фасолька была готова Она просто доготовилась Фасоль, в принципе, готовится очень долго Ну и, собственно говоря Это самое интересное мясо Мясо нежнейшее Оно хорошо протушилось До того, как мы начали делать чинахи Реально очень нежное, очень классное на вкус Вообще чинахи получил сам потрясающий аромат Просто невероятный, друзья Поэтому пробуйте сделать чинахи по нашему рецепту Ну, собственно говоря Карпатский чинахи Или чинахи львовский его еще называют Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях Мы с Ларисой отвечаем на все комментарии Ну, собственно говоря, друзья Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальцы вверх А мы будем снимать для вас новые интересные видео Всего доброго, пока!